Сейчас коротко о главных событиях. Данные правительства Японии свидетельствуют о росте экономики страны в первом квартале. Банк Франции ожидает снижение темпа роста экономики во втором квартале 2016 года. Сайт регистрации участников референдума о выходе Великобритании из Евросоюза не выдержал нагрузки из-за большого количества заявок. Окончательные данные правительства Японии свидетельствуют о росте экономики страны в первом квартале почти на 2% по сравнению с соответствующим кварталом 2015 года. Согласно предварительным данным, которые были опубликованы в мае, ВВП Японии вырос в первом квартале на 1,7%. Оценка роста японской экономики по отношению к четвертому кварталу прошлого года также была улучшена с 0,4% до 0,5%. Эксперты отмечают, что пересмотр показателей в сторону увеличения указывает на то, что экономика страны оказалась более гибкой, несмотря на сложные глобальные условия. Однако они полагают, что в Японии отсутствует драйвер, который бы обеспечил рост экономики в ближайшие месяцы. Более половины ВВП страны составляет частное потребление. Премьер-министр Японии Синзо Абе ранее заверил, что правительством страны будут приняты все необходимые меры для стимулирования роста экономики. Банк Франции ожидает снижение темпа роста экономики во втором квартале 2016 года. По причине высокого показателя роста ВВП в первом квартале. На основании итогов опроса для оценки уровня деловой активности в стране, который банк провел в прошлом месяце, французская экономика вырастет во втором квартале на 0,2% после роста на 0,5% в первом квартале. Президент Франции Франсуал Ланд заявил ранее, что после слабых данных по росту ВВП и ухудшению ситуации на рынке труда в течение последних четырех лет состояние экономики страны начинает улучшаться. Французское правительство ожидает, что 2016 год будет завершен с темпом роста волового внутреннего продукта на уровне 1,5%. Оценка Центрального банка страны несколько ниже. Он ожидает подъема ВВП на 1,4%. Сайт регистрации участников референдума о выходе Великобритании из Евросоюза не выдержал нагрузки из-за большого количества заявок, пишет Financial Times. Накануне 7 июня на сайт одновременно было подано более 50 тысяч заявок и за весь день количество желающих зарегистрироваться превысило 525 тысяч человек. Столь большого количества избирателей не было за всю кампанию по Брекситу. С начала этого месяца общее количество избирателей, зарегистрированных на сайте составило более 1,2 млн человек. После того, как проблема с сайтом была устранена, он проработал еще полтора часа и завершил процесс регистрации британцев, желающих принять участие в референдуме. Однако лидеры оппозиционных партий страны настаивают на продлении регистрации в связи с техническим сбоем в работе сайта. Первое российское объединение форекс-дилеров ЦРФИН продолжает работу над подготовкой сообщества участников форекс-рынка к работе в условиях регулирования. Подробнее тему комментирует директор ЦРФИН Алексей Евсиков. В настоящее время в рамках Комитета по финансовому рынку Государственной Думы готовится ко второму чтению так называемый закон «Спутник», который призван синхронизировать положение 223-го федерального закона о СРО в сфере финансовых рынков и 39-го федерального закона о рынке ценных бумаг в части саморегулируемых организаций. Законопроект был одобрен в первом чтении Государственной Думы перед Новым годом в составе 14-15 статей, которые вносят точечные изменения в законы, регламентирующие деятельность некредитных финансовых организаций в части установления критериев создания и функционирования саморегулируемых организаций в той или иной в сфере финансового рынка. Ко второму чтению законопроект пока готовился, в рабочей группе он обсуждается в Комитете по финрынку. Там появился ряд положений, которые не касаются саморегулирования в сфере финансовых рынков, а касаются, например, правового статуса и возможностей функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, а именно в нашей части форекс-дилеров. Законопроектом предусмотрены в настоящее время ряд норм, которые с нашей точки зрения подлежат вынесению на обсуждение с представителями профессионального сообщества, с регулятором. То есть те нормы, которые затрагивают системные механизмы регулирования форекс-дилеров, должны, по нашему мнению, регулироваться после того, как законопроект заработает, поскольку в настоящий момент еще выдана всего лишь одна лицензия форекс-дилера, не создана ни одной саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков. И фактически никто на территории Российской Федерации от российских юридических лиц услуги форекс-дилеров оказывать не может. Поэтому с нашей точки зрения адекватный механизм внесения изменений заключается в следующем. Сначала Банк России должен выдать какое-то необходимое количество лицензий, насколько нам известно. Сейчас на рассмотрении в Банке России находятся семь документов, подданных с целью получения лицензии форекс-дилера, после этого создание саморегулируемой организации и после этого, после накопления какого-то эмпирического опыта на основе достаточных практических кейсов, скажем так, внесения изменений в законодательство. Первое Форекс Телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях.